Сэн Суна Донна Он продал более 30 миллионов итальянских блюзовых альбомов, столько же, сколько Coldplay, и заработал 85-миллионное состояние. Зуккера живет за городом в Тоскане и считает, что это лучшее лекарство от звездной болезни. В душе он хиппи, потому что чувствует близость к земле, которая взрастила его. Я не просыпаюсь каждое утро со словами «Боже, я так богат, что могу купить то и это». Моя первая мысль, а что мне создать сегодня? Рок-звезды известны тем, что тратят миллионы, создавая свои уютные гнездышки. У Элвиса есть Грайсленд, Майкл Джексон играл в Неверландии, Зуккера создал Лунизиану. Кусочек американского Старого Юга перенесен в его поместье на итальянской земле. Зуккера вырос на ферме и чувствует свою связь с традициями. Мы ели только то, что вырастало на нашей земле. Моя семья – фермеры, мои родители, а до них и их родители работали в поле. Так я вырос, живя простой деревенской жизнью. Это сделало меня таким, какой я есть. Отсюда же мое желание выбраться. Выбраться из деревни, самому кем-то стать. Его загородное владение так же индивидуально, как и его музыка. Он потратил 6 миллионов долларов на создание дома в своем собственном стиле. Десятки мастеров и художников помогали ему сделать этот дом мечту хиппи. Бюджет был открытым. Я уверен, что все обошлось бы мне в три раза дешевле, если бы я нанял человека, который следил бы за бюджетом. Все эти вещи уникальны. Все они открытия. Кажется, что они сделаны из простых материалов, но на самом деле все это довольно дорого. Потому что если ты хочешь, чтобы к тебе пришел художник и расписал потолок, как здесь, а не просто побелел, ты нанимаешь художника. И у тебя должны быть деньги, чтобы заплатить ему. Источник вдохновения Зуккера Блюз. Он взял музыку американского Старого Юга и добавил к ней свои итальянские мотивы. Сначала это мало кто оценил, даже его звукозаписывающая компания была недовольна. Звукозаписывающая компания настаивала, чтобы я писал типичную мелодичную итальянскую музыку. В восемь лет я задавал себе вопрос, что же я должен делать? Или просто следовало найти другую работу? Когда в конце концов, в 87-м Зуккера записал блюз, альбом разошелся по миру в трех миллионах экземпляров и занял первые места в европейских хит-парадах. Зуккера получил первый миллион и доказательство своей правоты. Как только я решил заняться чем-то, что считал правильным, я сразу достиг успеха. Мне нравятся детали. Думаю, в них-то все и дело. Зуккера с готовностью признает, что он фанатик контроля. Он верит, что именно это принесло ему успех. Иногда он выражает свои мысли довольно странно. Иногда я понимаю, что все изменилось. И я должен вернуть все обратно. Нахожу в этом свою логику. Я точно знаю, что я ищу, понимаете? У вас должна быть какая-то дисциплина. Это немного похоже на то, каково быть дирижером. Он может быть настолько сумасшедшим, насколько хочет, но в конечном итоге он должен сделать так, чтобы его оркестр играл слаженно. Это то, чем занимается композитор. И то, чем занимается музыкант. Блюзовый альбом был только началом карьеры. Сегодня его состояние и количество поклонников исчисляется миллионами. Далее о том, что ждет в будущем Зуккера, его состояние и его славу. Конец. Миллиард Хиппи Зуккера играл с крупнейшими звездами мировой сцены. Он выступал в дуэте с Поворотти, Майлсом Дэвисом и Элвисом Костелло. Но в 89-м дуэт с Полом Янгом Сэн Цуна Донна принес мировую славу ему самому. Песня занимала первое, второе место в хит-парадах по всему миру. Даже в Корее, Северной Африке. Места, где я никогда не бывал. Его итальянские интерпретации блюза стали веренницей хитов. За свою 20-летнюю карьеру он сотрудничал с такими артистами, как Том Джонс, Эрик Клэптон, Стинг и Квин. Он всемирно известный итальянская рок-звезда. Теперь Зуккера нашел для себя новую задачу. Это не музыка. Эко Дель Маре. Знаменитый курорт на побережье Тосканы. В 60-е и 70-е его частные пляжи привлекали состоятельных людей. Зуккера хочет вернуть те славные деньки. Мы хотим устроить здесь эксклюзивное местечко для шикарных тусовок, чтобы можно было развести огромный костер, устроить что-то веселое. Люди могли бы поплавать под звездами. Все это происходило здесь раньше, но больше не происходит. И во сколько это обойдется? Это будет стоить около миллиона евро. Но по опыту знаю, что я не уложу из бюджета. Я не бизнесмен. Если мне что-то нравится, я просто трачу на это деньги. На что-то я трачу втрое больше денег, чем нужно. Если что-то построить, и мне не понравится, я просто разрушу это и скажу построить так, как считаю нужным. Когда он не играет в бизнесмен, он играет на концертах. В своем новом гастрольном турне он сыграет перед двумя миллионами людей, заработает миллионы. Но Зуккер думает только о музыке. Я всегда играл музыку, вовсе не стараясь заработать миллионы, а просто для того, чтобы как-то выразить себя, потому что это то, о чем я думал и думаю. И у меня это получается. Мой успех сделал меня богатым. Но богатство никогда не было моей целью. Это всего лишь побочный эффект. Ч emin я не знаю, Мой путь .